Негазом единым. На заседании правительства сегодня отчитывались за полгода работы. Чем хвастают министры и какие хвосты еще надо подтянуть, расскажет Анна Каменева. После вчерашнего празднования, 100-летнего юбилея украинского правительства, министры собрались теперь уже на традиционное заседание. Начали с отчета за последние полгода работы. Об успехах и планах почти час рассказывает премьер. Изменения в стране называют капитальным ремонтом. И экономика, говорит, растет за первое полугодие плюс 2,5%. И зарплата средняя по Украине уже 7 тысяч превысила. Дороги ремонтируют, медицинские программы работают по полной, улучшают и бизнес-климат в стране. Впрочем, здесь есть проволочки. Мы должны, по большому счету, обеспечить отсутствие любого тиска с боку правоохранительных органов и контролирующих структур. Тут у нас еще есть проблема. Не на них будет работать бизнес. А мы все, как государственный аппарат, должны работать на развитых экономики. Это означает на предприятие. Обещают премьер к сентябрю провести монетизацию субсидий для тех граждан, которые зимой экономили. Решили не затягивать также с созданием госреестра получателей таких выплат. Планов у правительства на второе полугодие много. Начать разрабатывать земельную реформу, продолжить пенсионную, медицинскую и реформу образования. Сейчас, по словам премьера, мяч на поле парламента. Когда будут ухвалены те решения, за которые мы готовы нести, я особо готовы нести ответственность как премьер-министр, Украина абсолютно четко станет на шляхе преодолевшего экономического возрастания и восстановления социальной справедливости. Предложили министры-нардепам к рассмотрению еще один законопроект о повышении акциза на алкоголь и табак на 11%. Впрочем, всем этим документам придется ждать, когда парламентарии вернутся с каникул еще минимум месяц. Анна Каменева, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер.